Газовый ажиотаж спровоцировал ажиотаж мошеннический. Пенсионеров буквально оккупировали мошенники, которые, представляясь работниками газовых служб, пытаются нажиться на доверчивости пожилых людей. Напомню, в платежках за газ за октябрь месяц было объявление о том, что всем абонентам необходимо заключить договор на обслуживание газового оборудования, а иначе будут начисляться пени. Так вот, особо предприимчивые граждане решили на этом нажиться, и за заключение договора с пенсионеров стали брать деньги. Женщина представилась, какой-то газ я не разборола, спросила, договор вы заключили? Я говорю, мне 79 лет, я слепая, и стоять сутки в очереди я не могу. А у нас ходят по домам, инженер заключает. Я говорю, очень хорошо, я с удовольствием делаю. Тысячи пятьсот. Воров развели кругом. На год вперед надо заплатить, а мы, может, завтра помлем. Аферисты? Ну, потому что не может государственное учреждение так действовать. Деньги на руки, ну, не имеет права никто брать. Если к вам пришли такие люди, в первую очередь, если они представились работниками Газпром газораспределения и просят денег за заключение этого договора сразу на месте, то, может быть, уверены, что это мошенники, вас вводят в заблуждение. То есть, если есть квартирный обход, то гражданам предлагают пойти в офисы компании, которые есть в районах города, исключить договор там. И уж точно не собирают наличные деньги. Продолжение следует...